Доброе утро! С вами Елена Краева и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в выпуске вы увидите. Готовься они летом. В Подмосковье началась масштабная программа по ремонту инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Поддержка бизнеса. Какие услуги сейчас развивают в этом направлении в репортаже нашего корреспондента. К столетию поэта. В Первой Одинцовской библиотеке прошел вечер, посвященный творчеству Эдуарда Осадова. Путь к звезде. В культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона состоялся открытый фестиваль-конкурс молодежной песни. 7 июля 1881 года в Риме на страницах газеты для детей впервые напечатали сказку Карла Колоди «Пиноккио». А уже через два года она вышла отдельной книгой. В России ее впервые опубликовали в 1906 году. Причем было указано, что перевод сделан с итальянского издания. Всего же она переведена на 87 языков мира. Русский писатель Алексей Толстой предложил свою версию повести и назвал ее «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». Чем еще запомнился этот день в истории, смотрим в нашей следующей рубрике. 7 июля 1891 года курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек, который стал прообразом современных кредитных карт. В 1880-х годах президент компании «Вильям Фарго» отправился путешествовать по Европе. Но отдых был испорчен из-за проблем с использованием кредитных писем для получения денег. Когда он вернулся из поездки, то поручил придумать им альтернативу – дорожные чеки. Их выпускали достоинством в 100, 50, 20 и 10 долларов. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека в его верхнем углу расписывался, а при обналичивании воспроизводил свою подпись. В этот день, 216 лет назад, начались русско-французские переговоры, которые завершились подписанием Тильзитского мира. Незадолго до этого французская армия под командованием Наполеона разгромила в битве при Фридланде русскую армию. Когда российский император Александр I получил это известие, то приказал князю Лобанову Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Но Наполеон сказал, что заключит мир только с русским императором. Вскоре оба правителя встретились. В результате переговоров они подписали два договора – невыгодные для России мирные и секретные союзные. По условиям соглашения Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб нашей стране. Ведь российская внешняя торговля была в значительной степени связана с экспортом своих товаров и импортом английских. Ежегодно 7 июля отмечают один из главных праздников славянских народов – Иван Купала. С древних времен он известен у славян как праздник солнца. Люди надевали на голову венки и страв, водили хороводы и пели песни. Кроме того, сегодня отмечают день борьбы с психосоматическими заболеваниями. День образования авиалесохраны России, глобальный день прощения, а также день шрифта. В этот день в 1752 году родился французский ткач и изобретатель Жозеф Мари Жаккар. Он впервые применил перфокарты, которые использовали для получения рисунка на ткани. А в 1863 году родился русский дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров. Также день рождения сегодня отмечает британский музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles Ringo Starr и российский актер Михаил Гаврилов-Третьяков. Готовь сани летом, гласит народная мудрость. Только в масштабах Подмосковья готовить нужно вовсе не сани, а систему ЖКХ. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в области началась серьезная программа по ремонту инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Жители Подмосковья почувствуют изменения уже в этом году. Едва завершается отопительный сезон, как начинается подготовка к следующему. В своем обращении к жителям Подмосковья губернатор выступил с инициативой провести в области масштабную программу ремонта тепловых сетей, котельных и водочистных сооружений. Как говорят, готовь сани летом. Сейчас у нас идет большая работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону и промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные. Все это имеет очень важное значение. Подготовка системы ЖКХ к предстоящей зиме началась 1 июня. На территории Одинцовского округа 2136 многоквартирных домов. 800 из них уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. В котельных ведется ремонт оборудования, пусконаладка оборудования, котлы проверяются на соответствие параметрам, ну и газовое оборудование, которое есть в котельных, также проверяется и проводится его профилактический ремонт. Также ведется подготовка систем теплоснабжения. Это котельные, тепловые трассы. Они в первую очередь промываются. Одинцовская теплосеть является одновременно управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. На ее балансе 98 котельных и 297 километров тепловых сетей. Для подготовки к отопительному периоду нам с июня до сентября необходимо выполнить комплекс работ. Это работа текущего капитального ремонта, режима наладочной работы, ремонт котлов, экспертизу промышленной безопасности, техническое обслуживание. Мы эти работы ведем в соответствии с графиками плана предупредительных ремонтов. На сегодняшний день 12% тепловых сетей закончено и 25% ремонта котлов. Помимо ремонта и техобслуживания, некоторые котельные округа модернизируют и переводят с дизельного топлива на газ. Это позволит сделать работу оборудования более стабильной и энергосберегающей. Также особое внимание уделяется промывке теплосетей. Ведь состояние труб напрямую влияет на качество горячего водоснабжения. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». По инициативе губернатора Андрея Воробьева в области создана система поддержки малого и среднего бизнеса. Активно развиваются цифровые услуги. Такая мера экономит предпринимателям время и деньги на развитие. Развитию малого и среднего бизнеса в Подмосковье уделяют особое внимание. От предпринимательской деятельности область получает 22% налогов. И бизнес занимает почти четверть волового регионального продукта, что выше, чем по стране. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в регионе действует масштабная система поддержки предпринимателей. Все меры направлены на достижение лучшего результата. Новые решения по поддержке малого бизнеса – это тема, которой все время нужно уделять особое внимание. В Подмосковье мы стараемся поддерживать предпринимателей. Запускаем региональные меры, внедряем современные сервисы. Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше. Одной из последних мер стала возможность получить недвижимость по цене 1 рубля за квадратный метр в год, если износ объекта более 80%, а если менее, то поставки налога на имущество. Воспользоваться предложением может предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 миллиардов рублей. Также предприниматели принимают активное участие и в проектах Министерства сельского хозяйства. У нас родилась такая идея совместно с бизнесом, с рестораторами организовать программу «Завтрак в Подмосковье», которая началась 1 июня и продлится до конца лета. В эту программу вошли порядка 140 ресторанов и количество объектов все время увеличивается. Местными усилиями Министерство и администрация округа сделали брендированное меню и специальные наклейки. Их размещают на дверях заведений участников программы. Дополнительно все объекты отмечены на интерактивной карте портала welcome.mosrec.ru. С поддержкой администрации нашего города и Министерством сельского хозяйства мы будем творить интересную событийность нашего города, делать ее интереснее, вкуснее и лучше. Кстати, для удобства предпринимателей самые востребованные услуги поддержки бизнеса переведены в цифровой формат. Актуальную информацию можно найти на сайте госуслуг и на региональном инвестиционном портале. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Минэкологии Московской области подведены итоги работы администрации городских округов по выявлению и ликвидации незаконных свалок за 6 месяцев. Ведомство курирует это направление в рамках деятельности по повышению качества окружающей среды. Итоги полугодия показали, что работу по ликвидации свалок следует усилить. Искусственный интеллект в Подмосковье выявляет незаконную торговлю с точностью до 92%. Для этого он использует данные камер системы «Безопасный регион». В онлайн-режиме нейросеть анализирует видеопоток и находит признаки уличных торговых точек. После этого информация автоматически поступает в администрацию городского округа. Ответственный исполнитель выезжает на место и осматривает его, подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Далее сведения поступают модератору, который контролирует результаты проверки. В музее-заповеднике усадьбы Муранова имени Федора Ивановича Тютчева 15-16 июля пройдет традиционный фестиваль народной культуры «Синокос» в Муранове. Гостей ждут ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов, выступления фольклорных коллективов, народные игры и забавы, мастер-классы по изготовлению мягких игрушек и объемной живописи, усадебные активности и катание на лошадях. Ключевым событием станет покос травы на Барском лугу усадьбы. Завершится праздник традиционным общим хороводом, в котором обычно принимают участие сотни человек. Фестиваль стартует в 12.00. Он завещал захоронить свое сердце на Сапун-горе в Севастополе. В боях за этот город в годы Великой Отечественной войны советский поэт Эдуард Осадов получил тяжелое ранение. Но, несмотря ни на что, не сломился и навсегда вписал свое имя в историю России и непосредственно Одинцова. К столетию со дня рождения Эдуарда Осадова в литературно-музыкальной гостиной 1-й Одинцовской библиотеке прошел вечер, посвященный творчеству советского поэта. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Листы смятой бумаги возле печатной машинки, громкий щелчок и на чистом листе появляются строки. Такая инсталляция встречает всех, кто пришел на вечер, посвященный творчеству Эдуарда Осадова. Я могу за тобой идти по Чищобам и Перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Эти строки поэт посвятил своей второй жене, актрисе Галине Разумовской. Она постоянно гастролировала, а он был готов ждать ее долго-долго и верно-верно. С Эдуардом Осадовым лично знакомый журналист Галина Поликарпова. Она брала у него интервью, когда только открылась студия Одинцовского телевидения. Женщины всегда старались, следили за его творчеством и находили ответы на все сложные вопросы. Призываю, читайте Осадова и отмечайте его юбилей. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Осадова. Он яркий пример волевой личности. Участник Великой Отечественной войны выжил на поле боя, но получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Врачи не смогли сохранить ему зрение. И до конца жизни он был вынужден носить полумаску. Человек не сломался, человек нашел себя. Стихи у него удивительные. Ну вообще, вот когда так как-то не очень хорошо на душе или наоборот очень хорошо, открываешь домик Осадова и становится легче. Эдуард Осадов автор 47 книг. Их раскупали мгновенно. Писал стихи, поэмы, рассказы, повести. Много ездил с выступлениями по стране. Его произведения от руки переписывали в дневники и тетрадки. Современные почитатели творчества поэта часто читают его стихи на камеру. Творчество Осадова – это совершенно особое творчество. Это творчество не только прекрасного поэта, это творчество великого гражданина, который прожил такую тяжелую жизнь и который, тем не менее, оставил о себе такую светлую память. Имя Эдуарда Осадова навсегда вписано в историю Одинцова. Последние годы поэт жил и работал в писательском поселке Красновидово. И часто бывал в городе. Посвятил ему стихотворение «Здравствуй, город Одинцова». О важнейших исторических событиях он рассказывал с поэтическим дыханием, присущим только ему, только Эдуарду Осадову. Алтынау Румбаева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». 8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. В этот праздник Русская Православная Церковь чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Они считаются покровителями семьи на Руси. Одной из центральных площадок празднования станет Музей-заповедник Царицыно. Фестиваль пройдет с 12 дня до 10 часов вечера. Там будет концерт, развлекательные спортивные мероприятия, мастер-классы, конкурсы, народные и детские игры. Маленьким гостям покажут мультфильмы «Вход свободный». О других новостях столицы узнаем прямо сейчас. Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера. Половина из них уже протестирована и используется на предприятиях крупного бизнеса. Победителями и финалистами конкурсов стали проекты по созданию покрытия из порошковых проволок, которые устойчивы к износу и коррозии. А также по разработке оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата. В Москве готовятся к урбанистическому форуму. В этом году выставочная программа организована с особым размахом. В течение шести недель в столице будут работать четыре площадки, посвященные сегодняшним успехам и перспективам развития города. В Манеже можно будет познакомиться с новой транспортной реальностью столицы. В гостином дворе расскажут о здравоохранении, а в Лужниках гостей ждут выступления цирковых артистов и музыкантов. В Музее Победы мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками проекта «Поезд памяти». Идея проекта заключается в знакомстве старшеклассников из России и Беларуси и других стран с историей Великой Отечественной. Тематический поезд в этом году проехал шесть белорусских и восемь российских городов. Его пассажирами стали 200 старшеклассников. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Путь к звезде. В Культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона состоялся открытый фестиваль-конкурс молодежной песни. И новости афиша. В нашей рубрике расскажем о культурных мероприятиях на предстоящие выходные. В Культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона прошел открытый фестиваль-конкурс молодежной песни «Путь к звезде». Проходит он в Одинцовском округе уже в 12-й раз. Кто стал победителем этого состязания, узнаем у нашего корреспондента. У музыки нет границ. Фестиваль объединил 16 участников из разных регионов России от 14 до 35 лет. Конкурсантка из Одинцова Мария Подколозина стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Мне очень нравится атмосфера этого центра. Здесь прекрасные жюри. Я надеюсь, что я займу хорошее место в этом конкурсе. Атмосфера этой аудитории располагает в победе. Оценивают участников профессиональные вокалисты, победители различных конкурсов педагоги по вокалу. Впервые открытый фестиваль молодежной песни «Путь к звезде» прошел 12 лет назад. Этот конкурс имеет свою историю. Он начинался еще в сельском поселении Успенске. А сегодня он проходит в городском округе Одинцова. И сегодня соберется очень интересная аудитория молодежи не только Одинцовского округа, но и, конечно же, различных регионов. «Очень хорошо, что этот конкурс проходит летом, в такой достаточно спокойно размеренной обстановке. Летний, радужный, веселый». Гран-при конкурса получила Анастасия Вакуленко из Луганской народной республики. Впрочем, без дипломов и призов не остался никто. Подобные фестивали – хороший опыт, причем не только соревновательный. Чтобы чувствовать себя уверенно на сцене, нужно как можно чаще находиться на ней. В России могут начать штрафовать и лишать прав за агрессивное вождение. Такой законопроект собирается внести на рассмотрение в Госдуму. Новое введение предусматривает штраф в 5000 рублей за опасное вождение. Авторы инициативы уверены, что причина 80% всех ДТП – именно опасная езда и безразличное отношение к другим водителям. Обязательным условием для привлечения к ответственности будет наличие доказательств в виде фото или видеофиксации. Новости России далее. 56 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий из Удмуртии вошли в итоговый список для реализации по итогам заявочной кампании соответствующего конкурса. Это позволило привлечь в регион 40 миллионов грантовых средств. По словам местных властей, жители в виде перемены, происходящей в республике, вдохновляются и сами становятся инициаторами изменений. Во Владивостоке состоялось открытие общественного пространства Третьяковской галереи. В двух небольших залах будут проходить выставки камерного формата и мероприятия от кураторов Третьяковки. Вниманию посетителей представили первую в новом общественном пространстве экспозицию «Искусство логистики. Логистика искусства». На Сабантуи в Казани, который проходил на четырех площадках, побывали 170 тысяч человек. В эти дни было съедено порядка 20 тысяч эчпачмаков, около 10 тысяч былишей, выпито почти 3 тысячи литров чая. Популярностью у посетителей пользовались мастер-классы по кулинарии. Напомним, что Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В эти выходные по всей стране будут отмечать один из самых светлых, нежных и наполненных любовью праздников – День семьи, любви и верности. Мы подготовили подборку интересных развлечений, концертов и праздников, которые пройдут в нашем округе. Подробнее о них расскажет Полина Бахова в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Под покровом Петра и Февронии. В Знаменской библиотеке пройдет встреча, где гостям расскажут об истории праздника, современных традициях и древних славянских обычаях. На семейной викторине ребята узнают пословицы и поговорки, посвященные семейному празднику. Будет показан мультфильм, а на мастер-классе ребята изготовят символ праздника – ромашку. Начало в 12.00. День семьи, любви и верности отметят и в поселке Летний отдых в Захаровском доме культуры. В 12 часов ребят ждут на мастер-класс, где им предстоит сделать своими руками кукол-неразлучников. Одинцовский музей приглашает поучаствовать в другом мастер-классе по созданию объемного букета из цветной бумаги. Яркие цветы поднимут настроение и станут отличным подарком для родных и любимых. Желающих ждут на первый сеанс в 12.00 и на второй в 14.00. Записывайтесь через сайт музея. А в Доме культуры Дубки в лесном городке состоятся традиционные гуляния «Семья». В программе традиции и забавы Древней Руси, песни, танцы, игры и многое другое. В воскресенье 9 июля в Театре сказок Парка Захарова ждут всех желающих на мастер-класс по изготовлению ромашек из различных материалов, фетра, картона, цветной бумаги. Начало в 16.00. В это же время там же начнутся и летние игры и забавы, посвященные празднику. Интерактивная программа предназначена для семейного досуга. Игры помогут развить ловкость и смекалку, научат общаться и дружить. Всех ждут загадки, веселые хороводы и много других интересных активностей. Ну а в 5 часов вечера на сцене Центральной площади в Одинцове начнется праздничный концерт. Музыкальная программа духового оркестра подарит положительные эмоции, и этот летний вечер обязательно запомнится как самый теплый, семейный и наполненный любовью. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. К новостям мира. Судебная коллегия Конституционного суда Киргизии разрешила гражданам страны брать матчество вместо отчества. Судебные инстанции обратили внимание, что сделать это можно только после достижения совершеннолетия, так как матчество может спровоцировать травлю ребенка. Новости мира. Смотрим далее. Японские ученые разработали лекарства, которые позволяют выращивать новые зубы. Исследователи выявили определенный ген, отсутствие которого влияло на количество зубов. В 2018 году провели эксперимент. Мышам с врожденным малым количеством зубов давали лекарства. В результате у них прорезывались новые зубы. На людях препарат планируют протестировать в следующем году, после подтверждения, что он не оказывает вредного воздействия на организм человека. На юго-западе Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопание дверью. Цель нового введения – борьба с ненужным шумом от транспортных средств. Кроме того, новое постановление запрещает создавать излишний шум во время погрузки и выгрузки, а также сигналить без необходимости. Сумма штрафа за подобные действия составит 80 евро. Это приблизительно 8 тысяч рублей. В США начнут тестировать первый в мире летающий автомобиль. Он оснащен уникальной системой, которая позволяет перемещаться по воздуху и на земле. В устройстве используют электрический двигатель для вертикального взлета и посадки, а также газотурбинный для полетов на большие расстояния. Автомобиль имеет запас хода более 300 километров по дороге и почти 200 в полете. Машина будет стоить около 300 тысяч долларов. Это порядка 27 миллионов рублей. Поставки начнутся уже в 2025 году. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно. Вечером возможен дождь. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла. Ночью 18-20. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Помните, что сегодня пятница, а это значит, что скоро будут выходные. Берегите друг друга. До новых встреч. До свидания.